Здравствуйте, уважаемый посетитель журнала Древа Поэзии. Меня зовут Андрей Кобилов, и вы сейчас находитесь на странице нашего сайта, либо вы находитесь на странице YouTube, где опубликовано это видео, и вы его смотрите тем или иным образом. Обязательно оставляйте комментарий к тому, что вы сейчас услышите, то, что я сейчас вам расскажу. А я расскажу вам, чем сейчас занимается журнал Древа Поэзии в октябре месяце 2011 года. У нас каждый месяц выходит такое видеообращение, да и не одно. Иногда бывает, что два-три видеообращения выходят в месяц. Вот сейчас в октябре вышло первое, может быть, единственное, а может быть и не единственное. Это я не знаю, потому что события развиваются, происходят, разные события. Я чистосердечно во всем признаюсь. И в этом ролике вы услышите все, что, собственно говоря, скрывалось якобы. И я к этому ролику буду отсылать всех, кто мне будет задавать вопросы самые разные, каверзные вопросы, в том числе вопросы с подковыркой, вопросы с желанием унизить или оскорбить. В общем, все здесь будет в этом видео. Потому что мне ничего оригинального люди не пишут. Все письма, комментарии я уже классифицировал. И, в принципе, понятно, что из себя представляют люди, которые что-либо начинают писать, я имею в виду оскорбительное или нравоучительное. В общем, профессиональное такое. Такое авторитетное, можно сказать. Недавно, практически где-то 4 месяца назад, был куплен домен. Ну, правильнее говорить, домен. Ну, мы по-русски будем говорить домен. Домен, который звучит так. Кстати, кириллический домен, кириллический, то есть русские буквы, кобилов.рф. И этот домен, кобилов.рф, он доступен. Вы можете перейти по нему. Он открывается в браузере. В адресной строке пишите кобилов.рф и открывается сайт. Там пока ничего нет. Но над этим сайтом ведется работа. В данный момент она ведется как проектная разработка. Идеи, концепции этого сайта. Сайта, на котором не будет дизайна. Потому что дизайн, это уже, это просто глупо. И об этом я немножко поговорю чуть позже. Про дизайн. Буду нервировать профессионалов. Люблю это делать. Кобилов.рф. Ну, кобилов это моя фамилия. Кстати говоря, очень распространенная в Средней Азии фамилия. Но в России не столь распространена она. И поэтому для русского человека звучит немножко непонятно. Кобилов. Но люди, которые жили в Средней Азии, в Таджикистане, в Узбекистане, может быть в Иране. Они эту фамилию арабскую, они ее много-много слышали. Она вообще распространенная. Такая же распространенная там, в Средней Азии, как у нас в России, Иванов, Петров. Там очень много Кобиловых. Очень много. Правда, у них нет таких имен, как Андрей, Иван, Дмитрий. Там совсем другие имена. И есть в социальных сетях различные группы. Если вы можете, если хотите. Это очень легко. Таких людей с фамилией Кобилов очень много можно найти в интернете. Но Андрей Кобилов есть только один. Так получилось, что не русская фамилия, с абсолютно греческим, славянским, русским именем, российским именем Андрей. И вот я купил этот домен Кобилов РФ. Почему я его купил? Потому что назрела необходимость в одном месте собрать итог 15-летней работы. Потому что еще задолго до того, как появился проект «Древо поэзии», было десятки проектов. И не все, но многое запечатлено на пленку. Многое запечатлено в файлы, многое осталось в рукописях, фотографии, различные записи, аудио-видеоматериалы. Такой обширный архив. И вот этот архив, творческие работы 90-х годов прошлого 20-го века и начало 10-е годы 21-го века. Какие-то тексты, рассказы, пьесы незаконченные, наброски, стихотворения. Все вот это будет находить место на страницах сайта Кобилов.рф. Также я в течение нескольких лет, вот в середине 10-х годов 21-го века, записал несколько альбомов музыкальных, которые потом активно использовал в подкастах. И в этом году в пользу нарпа, в пользу независимого русскоязычного подкастинга, я отказался от авторских прав на использование этой музыки. То есть вы можете на ней зарабатывать деньги, вы можете ее использовать в своих подкастах. В общем, я этого не боюсь. И вообще не боюсь я этой темы, потому что у меня так много направлений в моей работе. И вообще я занимаюсь просветительской работой, поэтому разговоры о том, как защищать музыку, делать за деньги концерты, я уже понял, что жизнь человека, которая уникальна сама по себе, и мы все умрем, мы все абсолютно, мы все уйдем с этой планеты. Это такая тема, которая мне интересна. Мне интересно не то, что вот поиметь здесь и сейчас, набрать вот каких-то материальных ценностей, а потом все это вот в кубышку и передать кому-то там. Этот человек тоже потом это все потеряет, вообще все это обвершает, и вот все это опадет, как лист осенний. И, в общем, я не хочу за это все цепляться, и я думаю, что вы понимаете меня, потому что это простые, понятные вещи. Если вы не понимаете, то, ну что ж, выключите, не мучайте себя, не смотрите дальше. Конечно же, это подкастинг. Подкастинг – это тоже следующее направление, которое будет находить место. Там очень большая работа, потому что более 600 аудио- и видеопередач сделано за чуть больше трех лет. Активного такого почти ежедневного подкастинга. Вот я сейчас думаю, я смотрю на эти записи в архив, и я просто понимаю, что работа была проделана. Огромная, огромная работа. Почему она была проделана? Трудно сказать, трудно. Я сам не знаю, почему. Что заставляет меня делать ту или иную передачу? Последнее время передачи, которые выходят, и в частности вот эта передача тоже, это передачи, которые выходят по необходимости, потому что я уже знаю, что вы существуете, я уже общался со многими из вас, многих из вас я знаю лично. Не все вы дураки, не все. Хотя большинство из вас дураки. Ну и вы об этом не говорите в своих письмах и в комментариях. Активно. Я дурак, я дурак. Вы говорите мне постоянно. А есть люди, которые наоборот не радуют, и если бы вас не было, то я и это видео бы не делал. Потому что я сегодня знаю, что у меня есть слушатели, что у меня есть читатели, что есть те, кому это надо все, кому это интересно. Как говорил Айрат, говорящая голова, говорящий бюст. Но я надеюсь, что эта говорящая голова Айрат, она чему-то светлому, может быть, служит, может быть, заставляет немножко улыбнуться, хотя бы на мгновение, на чуть-чуть. Потом еще будет такой раздел фотоальбом. Там будут фотографии, в том числе фотографии из моего детства, фотографии из выступлений, видео, съемка выступлений за 2005, 2006, 2007 годы, когда активно я в городе Тольятти делал концерты. Потом на этом сайте kabilov.rf я поговорю о проектах, о проектной деятельности. Было создано несколько десятков сайтов. Практически все проекты, за исключением некоторых, я делал абсолютно бесплатно. И эти проекты, они... Люди, которые получали эти проекты, которые сегодня имеют эти сайты, они в результате того, что в них появился сайт, таким вот образом, абсолютно за даром, то, что они со мной познакомились, они имеют возможность выхода на читателей, на клиентов, имеют возможность реализации своего творческого потенциала. А до этого они работали в стол. И в результате размышлений на эту тему, то есть я просто делал сайт и помогал людям, мне пришла в голову идея, буквально вчера утром, сделать обучающий курс для людей, которые хотят с нуля, не вкладывая денег, не вкладывая в это дело никаких таких вот вещей, которые призывают сейчас кругом профессионалы. могут совершенно свободно все, любой человек, любой абсолютно, сделать сайт на существующих системах сайтостроения. И мне хотелось бы довести до сведений общественности вот эти вот знания, которые я за пять лет, работая над проектом «Древо поэзии», приобрел. И я знаю, что эти знания представляют ценность. Но я знаю, что скажут на это профессионалы, стартаправцевцы и так далее, стартаправцевцы. В результате вот этих размышлений я, например, не могу принимать участие в премии Рунета. Почему? Потому что профессионалы не признают мои достижения, скажем так, весомыми, весомым вкладом в развитие Рунета. Потому что Рунет развивается немножко не так, как он мог бы развиваться. Меня практически нет в Рунете. И я хочу эту ситуацию исправить. И вот для этого нужно делать обучающий курс. Обучающий курс, который поможет огромному количеству людей делать проект с нуля. не имея капитала, не имея знаний. Ничего, в общем-то, не имея. Я могу рассказать, как я это делал. Потому что я тоже не имел ни знаний, ни капитала. Но постепенно, шаг за шагом, мне это длилось 5 лет. А у вас это займет 2 недели. И в данный момент этот обучающий курс, он находится в стадии разработки. Он тоже будет здесь, на сайте Кабилов РФ. Кроме того, я буду рассказывать о работе в благосфере. То есть о копирайтинге. Потому что журнал «Древо поэзии» — это пример копирайтинга в развитии. Это копирайтинг на практике. Это не просто ведение такое вяло текущее, ведение блога, где что-то публикуется такое. Это Александр Тенинбаум, это я, Андрей Кабилов. Мы публикуем уникальные тексты самых разных направленностей на самые разные темы. И сегодня многие люди даже хотят с нами сотрудничать. И уже это все постепенно появляется. Потому что когда человек что-то делает, когда он работает, у него обязательно появляются заказчики. Особенно, когда столько много работы делается. Конечно, вот мне обидно, в заключении сегодняшнего видеообращения октябрьского, я хочу сказать вот что. Мне обидно до глубины души, что нам, людям, живущим в провинции, приходится так много работать. Люди, которые живут в других городах, в Москве, в Петербурге, да даже недалеко от нас, в Самаре, они работают гораздо меньше, чем мы. И для того, чтобы найти средства, для того, чтобы найти спонсора мецената или поддержку у властей городских, им не очень много нужно. Просто позвонить, просто прийти и их поддержим. Потому что у них в городе развито культурное сообщество. И это считается нормой. В нашем городе Тольятти это далеко не так. Что из себя представляет город Тольятти в культурном плане? Это до сих пор даже в культуре, даже здесь, это группировки людей, неформальные группировки в основном, и формальные тоже, которые друг с другом враждуют. Они находятся в состоянии распри. То есть нет никакого секрета. Я сейчас даже приведу пример. Это Тольятти в культурном плане. Тольятти в культурном плане писательская организация. Обе причем. И писатели России, и союз российских писателей. Они не дружат. Они не объединяются. Они не проводят совместные мероприятия. Они не хотят, чтобы наши жители, жители нашего города, знали об их существовании. Очень не хотят. Ну и они, конечно, пьют. Многие из них пьют водку. И вообще ведут аморальный образ жизни. Что вызывает во мне сочувствие, с одной стороны. С другой стороны, конечно, я понимаю, что с такими людьми надо бороться. Но бороться культурными. Культурными методами. А не методами хамскими и какими-то бандитскими методами, которые совершенно неприемлемы для культурного человека. У нас есть очень много абсолютно никчемных пенсионеров. К сожалению, я принимаю участие в проекте «Фолиант». Когда этот проект начинался, я думал, что я имею дело с людьми творческими. В моем понимании творческий человек – это человек небезнадежный. Но люди, с которыми я столкнулся, посчитали своим долгом игнорировать человека, который подает идею. Идею сайта «Фолиант» подал я. Об этом быстро забыли пенсионеры. Они просто используют этот сайт как место помойки, место слива вообще всего. То есть они сливают туда все подряд во главе с Россинской библиотекарем. И, в общем и целом, посылают меня подальше. Позволяют себе всякие неуважительные письма, всякую ерунду в комментариях. Сайт «Фолиант», к сожалению, очень посещаемый. И люди, которые посещают, не знают о том, что этот сайт, в принципе, мой. И уже сколько? Наверное, года два я думаю о том, чтобы его удалить. Но только потому, что я человек добрый. И мне жалко. Жалко этих несчастных пенсионеров. По-настоящему. Я оставляю этот сайт. И я забиваю себя подальше. И думаю, ну ладно, ладно. Но они вот такие вот злые, негативные, бездарные, графоманы, люди. Вот такие. Надо их принять такими, какие они есть. И считают себя гениями. Но, конечно, крайне неэффективны в своих начинаниях. И не понимают, почему у них нет читателей. Почему они издают за свои книги, самоизданты какие-то, зачем-то. И все равно это же все бессмысленно. Это какой-то такой способ самоутвердиться. И это все одобряется библиотекарями нашего города. Называется это все дело краеведческая литература, уважаемый зритель. Ну, вообще-то это очень большое зло. Потому что наша культура, она пребывает сейчас в упадническом состоянии. И краеведческие авторы, это авторы, которых не должно быть. Они должны перестать существовать. Вот. Вообще они не выдерживают критики, эти авторы. И они ее не любят. Потому что они считают себя гениями. Они считают себя мастерами. Но, в принципе, ничего не могут. Потому что настоящий творческий человек должен не только уметь писать стихи или писать рассказы. Вот как раз я хочу, чтобы, может быть, кто-то из них посещал курсы мои. И я научу их сделать свой собственный сайт-фолиант. Как, можно так сказать, как вам не стыдно? Вы все вместе там тусуетесь на одном каком-то чужом сайте. Поливая грязью друг друга. Кстати говоря, они естественные, друг друга поливают грязью. Вот сегодня читал комментарии. Там тоже распри какие-то. Один про одного говорит, другой про другого. И вот это все, конечно, очень плохо. То есть это некая дезорганизованность. Я понял главную проблему, почему люди неуспешны в своих начинаниях. И этому будет посвящен один из уроков курса, кстати говоря. Ну, там я буду более обширно говорить. Люди не хотят объединяться. Каждый сам за себя. Это мой сайт, это мой проект, это мой альманах-графит, как говорит Сергей Сумин. И вот сейчас на старте проекта «Графит» что произошло с Сергеем Суминым. Сергей Сумин вначале предложил мне сотрудничество. Сотрудничать, уважаемый зритель, с альманахом, в котором меня не напечатали. И мне от этого абсолютно не холодно и не жарко. Ну вот просто вот, давай, ты же добрый, а я добрый, к сожалению. И я ему говорю, да, я ему делаю действительно сайт, графит, он покупает домен. Ну, все, что он сделал, это купил домен. Еще он издал полиграфический вариант альманаха, вложив свои деньги. И получилось у него всего 150 экземпляров. А дальше, конечно, возникает очень серьезная, серьезная тема, которая называется продвижением, хотя бы этих 150 экземпляров. В народ продвижение, сделать так, чтобы их читали, сделать большую презентацию. И уже на этапе организации презентации он не может со мной договориться. И меня на презентации может не быть. Авторы, которые опубликованы в этом альманахе, это люди, которым альманах не нужен. Мы вот с Александром Тененбаумом обсуждали эту тему. Александр Тененбаум, это тольятинский автор. Андрей Кобилов, это тольятинский автор. Нас в альманахе нет. Нас нет не только в альманахе, нас нет еще в журнале «Город», нас нет вообще во всех формальных тусовках. Но там, в формальных организациях нас с Сашей нету, потому что мы не ходим туда. Мы не приходим к ним на вечеринки, в их квартиры. Мы не приходим к ним на их кухню, не пьем с ними водку. Я так вообще не пью. Что, сразу говоря, если человек не пьет, и при этом он имеет отношение к литературе, то его не будут публиковать. Понимаете, уважаемые зрители? Серьезно я вам говорю. Это правда. То есть, для того, чтобы тебя опубликовали в газете хотя бы, ты должен, ну, хоть чуть-чуть, немножко, но пригубить. А если ты не пьешь, свободен. Свободен. И, сами понимаете, что из себя представляет организация людей, которые все время под алкоголем? Что это за люди? Это наркоманы, которые друг друга жалеют. Ну, то есть, собрались больные люди, им жалко друг друга. Но какие они мастера? Никакие они не мастера. Сегодня очень такое длинное видео. Оно немножко не такое, как обычно. Но просто мне хотелось, чтобы вы были в курсе того, что такое журнал «Древо поэзии». Потому что секрета никакого у нас здесь нет. Задавайте вопросы. На все вопросы я отвечу. Если что-то я не сказал, то я это могу записать еще одно видео, записать аудиоподкаст или записать текстовый пост в журнале. Спасибо, что вы сегодня уделили время и послушали меня. Я благодарен вам за то, что вам интересно читать журнал «Древо поэзии». Благодарен вам за то, что вы голосуете за наш проект в премии «Золотой подкаст-2011». И, знаете, в заключении хотелось бы завершить такими вот словами. Есть такая восточная мудрость. На Востоке принято говорить следующие слова. «Прежде чем ты куда-то войдешь, подумай о том, как ты будешь оттуда выходить». До свидания.